Россия это не просто сосед, а союзник и стратегический партнер Казахстана. И обе наших страны просто обречены дружить. Так считает посол Казахстана в России Дорен Абаев, посетивший с официальным визитом наш город. И Новосибирск может и должен сыграть важную роль в укреплении дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Прекрасно понимаем, у нас 7500 общая граница, огромная, самая большая, попутная. Граница ведь она как? Граница это только цифры, а я всегда говорю, что это миллионы судеб, капилляров, которые тесно связаны. Мы сейчас знаем, что Россия развернулась на восток, и это соответственно открывает новые возможности не только для региона, не только для вашего города. Мороженые, кондитерские изделия, сельхозпродукция и промышленные товары из Казахстана – все это уже давно присутствует в новосибирских торговых точках. Из Сибири в Казахстан также поставляется почти весь ассортимент, что производят в нашем городе. Однако говорить о каких-то особых экономических связях региона с соседним государством все же не приходится. По данным статистики, Новосибирская область не входит в тройку лидеров среди российских регионов по экспорту своей продукции в Казахстан, уступая не только Москве и Подмосковью, но и Челябинской области. Хотя потенциал есть, отметил глава Новосибирска Анатолий Локоть. Мы с вами соседи, и поэтому наши взаимоотношения, я считаю, это одно из таких генеральных направлений. У нас очень много торговых проектов, просто экономических проектов, которые пролегают все торговые пути из Средней Азии, через Казахстан, через нашу вот эту вот границу. Официально заявленные цели визита высокопоставленной делегации казахстанских дипломатов в Новосибирск – открытие офиса почетного консула Республики Казахстан в городе, посещение промышленных и учебных заведений, встреча с представителями казахских национальных культурных автономий. По сути, сплошные символические действия. Однако недооценивать их важность все же не стоит, отмечают и российские, и казахстанские эксперты. Сегодня, когда часто звучат обвинения в излишней многовекторности Казахстана, развитие добрососедских отношений приобретает особую важность, как и символические шаги, подчеркивающие нерушимость дружбы двух народов. А уж затем и взаимовыгодное экономическое сотрудничество может получить новый импульс.